здравствуйте сейчас я вам покажу как я рисую бусинки ну в данном случае бусинки эти будут жемчужные такого серого жемчуга серый цвет очень интересные в бусинах и можно добиться такой перламутровости на других тонах на красном еще на самих розы вот иногда у меня я могу добиться перламутровости за счет того что я ввожу желтый цвет в бликах но в бусинах я этого еще не пробовала а вот такие серые бусы я из уже рисовала на предыдущей своей картине там и рис у меня были тоже внизу вот такая была низочка в этой картине я тоже решила здесь раскладывать не листики опавшие не веточки не за какие-то цветочки ну в общем и из предмета который бы закрыл пустоту стола я решила выбрать бусы потому что они смотрятся всегда очень красиво ну как то так необычно знаете мало наверное художников которые бусы кладут у себя в картинах вот как-то так так и Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь я буду ложить на них световую. Под блик сначала я делаю такую размытую световую. Видите? Это покажет нам, что у нас все-таки это шарик. Это будут бусинки. Ну, возможно, это бусинки жемчуга. Мне нравится такой жемчуг рисовать. Он затемненный. Как бы не совсем такой белый. В общем, серый. Ну, или просто бусины. Тут разницы нету никакой. Можно делать их любого цвета. Ну, здесь у меня получилась картина очень в теплых тонах. И бусины вот я здесь немножко, как бы, такие сделала холодноватые. Сюда бусины уже уходят в теневую. Здесь я сделаю... Ну, вот, в теневую от горшочка. И они должны все равно отличаться от вот этих. Поэтому я здесь сделаю небольшие такие световые блики. Вот так вот. Это будет цепочка такая серебряная. На конце у них всегда такое колечко. Ну, чуть больше. Ну, не всегда, конечно, разные варианты. Свой такой кольцо очень больше. Видите, я тоже просто серой краской прокрасила. А теперь я создам на ней световую. И так же еще я сделаю серой краской вот на некоторых бусинках такие входики. Чтобы видно, что это была бусинка, у нее такой входик должен быть. Ну, это уже не на всех. Она будет поблескивать такими входиками, кружочками. Теперь здесь замочек тоже нужно его придумать. В интернете я открою любое изображение бус. И возьму оттуда кольцо, а на этой стороне палочка. Значит, тут тоже, тоже такая застежка. Потом еще один кружочек. Так, дальше идет такая палочка. Может, это я большой, конечно, нарисовала. Такая палочка, закрывалочка. Палочка, закрывалочка. Она вдевается в это колечко. Так, теперь мне нужно световые блики поставить на бусинках. Видите, как красиво получается. Ну, сейчас еще от бусинок нету тени. Поэтому так сильно не сверкает. Но уже, как только вот эти пятнышки проставили мы световые, сразу бусинки заиграли. Тут я тоже сделаю, но очень маленькие. Так. Так. Также я поверху сделаю такие небольшие блики на самих деталях железных. Здесь я сделаю тоже. Они будут немножко, немножко как бы не такие яркие, но они должны быть. Потому что по железкам идет так, что один перекрывает другой, чтобы показать, что они вот так в кольца свернуты друг с другом. Ну все, теперь мне осталось тень положить. Значит, тень я буду от них класть точно таким же цветом, как вот здесь. Здесь у меня был коричневый. Поэтому и тень будет моя коричневая. Хоть у меня бусины другого цвета, но сама столешница имеет теневую вот такого цвета. Если я, например, сейчас сделаю серую теневую, оно вообще не будет гармонировать. И теперь надо разобраться с тенью, куда будет отбрасывать тень мои детали. Смотрите, тень светится сюда, отбрасывает сюда тень. Ну, как бы тень, да? По идее, это неправильно. Потому что, чтобы вот отбросить тень вперед, надо светить сзади. Вот так. Значит, вот здесь у меня нету явных бликов, здесь может быть рассеянный цвет. А вот это, это неправильно нарисовано. Здесь должна быть более скромнее вот эта деталь. Значит, эту коричневую я рисовала с добавлением теплых оттенков. И сейчас я немножко исправлю. Я здесь сделаю, но я сделаю... Можно оставлять, можно иметь тени разные сюда, значит, отбросить, сюда отбросить. Смотря сколько у вас источников света. Ведь может быть с разных сторон подсветка, понимаете, с разных сторон выпускаться тень. Потому что вот, судя по вот этим, и тогда и здесь я должна буду и сюда нарисовать тень, и сюда, если я светила, то сюда нарисовать тень. Видите как? Здесь очень нужно продумывать, где выставлять теневую. Поскольку по фону не скажешь, где светлее, где темнее, не скажешь по фону. Здесь засветляется больше, значит, тень откладывается в этом же направлении. Ну и все. Можно просто ничего не заморачиваться, дать отсюда более размытые вот эти, потому что может быть свет падать с разных сторон, да? Вот здесь делать все равно ее меньше нужно. Это сильно большое. Даже для этого горшочка, если светит даже со спиночки, в общем, горшочка, то тут будет блик. Но он будет не такой явный. Он будет такой больше размытый. И от листиков будет падать тень, потому что она будет, ну, немножко глухая, но все равно будет. Мы все. И как? И ты. сюда вкрасился серый немножко картина моя дорисовывается через несколько дней поэтому основная здесь краска уже высохла можно стирать по ней рисовать сверху немножко беру белая смотрите я чуть-чуть внесла сюда другой другую заняла ритмику другую теневую вот я убрала явные тени но сделаю более более насыщенные сделаю тени от листиков более насыщенные вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Я сделала тень более теплую и она не смотрится. Значит, я немножко добавила другого коричневого и сделала тень похолоднее. Вот так. Смотрите, примерно вот здесь тоже падает тень. Я не отражаю здесь красный тон. Я отражаю здесь просто теневую. Точно так же от этого цветка. Теневая. И от этого цветка тоже идет теневая. Видите? Теневая. Так. Здесь. Всё. 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 я буду менять вот представьте что отсюда если свет он вот так расходится поняли вы как вот так и я не знаю правильно это или нет я хочу попробовать начать чем дальше тем тень будет длиннее чем ближе тень будет вот так вот здесь закругление имеет пике потом она тени у меня развернется как будто источник света повернется вот здесь сюда вот он будет светить прямо хочу попробовать посмотреть как это выглядит такой вот источник света который имеет разные тени видите вот залезла здесь в такой в серый цвет и он сливается с этими бусинами коричневый надо брать смотреть внимательно так теперь вот смотрите теперь я должна нарисовать то же самое но очень бледно это будет отражение отражение цепочек значит вот это неправильное отражение должно поскольку звенья касаются стола значит отражение должно касаться звеньев поняли вот каким-то местом она должна касаться ну а одним вот на столе звено лежит и тогда у нас получится такое впечатление что цепочка на ребре лежит то есть если я нарисую под нить и она будет у меня лежать как бы ну плашмя а поскольку у меня я ее поставила здесь на ребро то значит вот здесь вот так тень рисуется не необычно вот как только освоите правильность расположение тени и световых и все вы уже художник это уже пол дела называется так рисую я значит разбираю световые туда и сюда и вот этим я покажу значит свой вот такой необычный теневой вот она повернулась здесь она прямая здесь она начинает уже вот две там одна прямая и тут же пошел разворот уже в другую сторону туда потихонечку я разворачиваете другую сторону ведь и почему значит когда я изучала арбузики у меня есть там видео то раскладывая вот так арбузик вот разное его расставляю я увидела чем дальше от источника света тем тень вытянутей у предмета так вот поэтому где-то тут источник света и чем дальше тем будут вот тень бы самая длинная капельку посмотрите как я рисую капельку это та же капельку она пригождается везде хоть мы вазы рисуем вот та же капелька хоть что мы рисуем нам вот этот принцип световое теневое на капли он везде нам нужен посмотрите видите здесь неправильно на тени лежит тень должна туда идти туда вас четко определяет кто тени разные я прям вижу четко определение тени вот вижу источник света вот у меня срабатывает то что я задумала на моем взоре сейчас я полностью их прокрашу и тогда будет интересно очень хороши натюрморты вот именно своими знаете и сам натюрморт но и тенями тоже хороши потому что на терморте много таких предметов стоящих на столе источник света знаете на терморт он бы как бы зафиксированное изображение зафиксированное потому что он не движется на терморт если например человеческая фигура стоит или даже лицо она подвижная она улыбается или она грустная пусть вы его даже рисуете одномоментно как бы вот так но она как бы меняет все равно вы должны ну как бы знаете что он может измениться улыбнуться там прищуриться натюрморт это всегда застывшая все это это рассуждение моей личной самобытного художнике чтобы не подумали там это это для меня это так все это касаемо все что я говорю это не в общем для меня только имеет значение для остальных людей не имеет остальных они правы поэтому вот в натюрморте как раз изучение света очень хорошо и я считаю что натюрморт очень хорошо рисовать даже с фотографией еще еще даже лучше чем будет на столе хотя тоже здесь мы покрутим и как движется тень посмотрим смотрите все удалилась удалилась куда же у последнего тень удалилась у этого почти на него залезла значит у этого я тень нарисую только четко под ним и продолжу как вот у себя по теневой вот здесь выкладывать видите вот если я буду смотреть на эти яды ну в общем бусина у меня идет здесь значит вот здесь наиболее яркое световое пятно на столе наиболее прям вот такой хочется поставить здесь такой знаете яркий при яркий коричневый блик прямо очень-очень светлые вот самая здесь у меня яркая часть в каждой картине я учусь рисовать свет мне нравится его изучать смотрите я даже просто значит сделаю такие блики такие сделаю необычные я понимаю на базе я поставила . вы скажете зачем я не знаю зачем я это рисую вот здесь все кругло и эти блики у меня тоже будут здесь в виде круга и так его чуть-чуть растяну смотрите смотрите сочетание я даже вы знаете где-то поставлю на какой-то и из цветков вот где наиболее мне кажется здесь падает свет тоже такие круглые круглые значит я объединю объединю этими кругами объединю вообще всю картину вот мне больше не надо их не нужно слишком слишком не нужно ничего но где-то они значит через белое 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 просвечивается через желтое она закрашенная размытенькая такое слегка 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 смотрите здесь еще надо видите ощущение зайчиков ощущение света света на каком-то таком физическом уровне вот очень для меня такое существенное смотрите на розочках проскочила здесь проскочила вы посмотрите скажите вода не вода что это такое но для меня это вот те же те же ягодки вот здесь которые я рисую вот они сверкнули здесь сверкнули там сверкнули более ярко не важно есть это или нет в природе для меня это красиво это наиболее тут светлая часть и смотрите здесь ушло в тень значит что мне хочется здесь подрисовать теневую сначала отработаю мне хочется вот здесь сделать такой свет в круглой форме он идет как бы из-под низу свет этот вот как здесь я нарисовала вот свет точно так же будет это срабатывать и на этих бусинках вот я здесь вот снизу прямо небольшими такими сделаю маленькими я их потом подрастушую ну это будет этот цвет который будет бусины эти во первых закруглять хорошо во вторых он их отделит от теневой нижней которая здесь яркая вот смотрите здесь еще у меня теневой не стоит это еще не прокрасил значит вот так растушу конечно здесь нужно присматриваться конечно здесь очень тонкая кисть у меня здесь единица но по виду она нулевка вот так значит блики тоже мы изучали с вами на вазах вы знаете что средина наиболее яркая и края у ней посветлее значит блики точно так же вот здесь сделано надо убрать создать круглую форму вот подретушируем всякие помарочки значит возле светлого всегда очень смотрится темная значит эту часть наоборот я должна затемнить потому что она обращена к наиболее яркой тут части видите так вот это не круглой формы они конечно жемчужины могут быть любые сейчас я нарисую такие входики вот здесь нулевики красиво как получается вообще эти бусы знаете они каждую картину мне кажется украшают можно листики опавшие, листву зеленую опавшую, веточку лежащую там какие то рассыпанные но я уже это рисовала эти бусы очень смотрятся на них обращают внимание их тоже надо выписывать очень хорошо видите где процарапано было слабенько и мне не хватает окантовочки я уже процарапать не могу у меня краска стала теперь только я возможно конечно тут все и царапать но мне не хочется сильно тут внедряться уже в холст корябать холст конечно это бумага у меня холстом называю потому что для меня это обозначение то на чем я рисую как назвать вот невзирая на материал бумажно это или нет как это называется на чем художник рисует для меня как бы это холст так небольшие рисую небольшие прямо колючки такие небольшие только чисто еле-еле напоминает что это розочка у них где рисовать мало веточек у меня листиками закрыто прям такие небольшие небольшие тут даже вот на веточке нарисую хотя особо нету вот так слегка так мне осталось вот здесь сделать тень от предмета который защелкает здесь мне нравится наиболее белое могу поставить еще к тому что у меня есть по самым макушкам пройтись сделать такие блики как вот на ягодах так и здесь смотрите теневые ягоды горят еще больше даже чем световые вы видите что значит контраст тени тень в тени я много смотрю картины чем контрастнее черное и белое ну я имею ввиду в цветовом решении не конкретно чем контрастнее вот эти цвета тут светло-зеленое тут очень темно-зеленое тем картина сочнее становится тем она красивее все-таки пастельные картины рисовать очень ответственно как как и яркие картины на них всегда обращают внимание мы к сожалению я и многие художники я вижу они все рисуют в среднем находятся звене цвета в среднем плане то есть они боятся слишком акцентировать брать черный или брать темно-зеленый тут же выводить на яркий белый цвет на что-то светло светло в общем между черным и белым только в цветном варианте все это слишком контрастировать как вот здесь смотрите здесь везде размыто мы на это не смотрим а сюда глаз идет и идет понимаете слишком сильный контраст обычно делают усредненный вариант как пастель пастель в цвете очень тяжело рисовать и получается очень нежно в основном акварели я вижу акварели и ну и пастель вот как сама эти ну карандаши с пастелью там они достигают нежности вот в таком переходе к сожалению в масле очень редко я вижу картины у художников такие ну там если только они туман не рисуют туман в основном картины имеют такой какой-то средний план цвета когда они как-то вот замулеваны больше вот вот здесь средний план цвета здесь у меня не дан такой яркий здесь контраст не дается а если бы я еще ярче выделила здесь и ярче выделила световую она бы еще больше смотрелось она бы перешла бы в такое знаете блестящие пластиковые розы у меня были но они были бы необыкновенные есть художники которые рисуют есть атлас очень красиво рисуют с такими переходами резкими в ткани я вижу вот фрукты есть конечно тоже ну в общем но не не все это делают не все а ну конечно если так вот подумать оно это нормально что все разные ведь разные люди разные художники ну вот такой имеет место быть поэтому в тенях вот это если освоить этот именно контраст такой резкий перехода и сделать чтобы он конечно по делу был не просто там как попало вот видите вот здесь вот он мне очень нравится вот даже растушевывать его не надо очень конечно хорошо это на бусинах прослеживается такое необычное 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 вот по идее не сюда тень смотрит а туда значит надо правильно сидеть и себе рассуждать в какую сторону я повернула тень здесь я ее повернула неправильно сейчас я тут ее закрашу аккуратненько причем значит вот здесь как раз таки правильно тень была эту правильно положила но тень здесь она должна в ту сторону в ту сторону вытягиваться то есть она кольцо должна нарисовать я кольцо под кольцом тоненькую полосочку провести еле видную ну такое вот такая вот необычность мне нравится я думаю что моя картина закончена мне бы здесь ничего и больше бы и не нужно у ней такой определенный стиль 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 без стиля да здесь есть процарапывание здесь есть вот такая история вы знаете она чем-то мне напоминает и вышивку но она такая в общем прикольная при близком рассмотрении здали конечно может как-то быть не так сейчас я вам покажу ее вблизи смотрите как играет свет на самом на самой вазе такой знаете полукруглой и бусинки рассматривайте теневые бусинок вот здесь вот центральные бусины значит теневую хочется прямо сделать более яркую сейчас покажу здесь вот эти центральные бусинки смотрите смотрите как они лежат видите из-за того что я правильно положила тень они у меня стали в общем лежать на боку торцом так а это лежит касается сюда концом а этот приподнят правильно смотрите какие бусины ну чем не шедевр а на этом моя картина закончена с вами я прощаюсь до скорых встреч до скорых встреч Продолжение следует...